Девушки отдыхают Я вообще-то по секрету тебе это рассказал Это же наш семейный выход в свет Что там такого важного в твоём телефоне? Я смотрю сайт наших ясли А что там смотреть? Отличные ясли Они же на территории универа Я буквально в двух минутах ходьбы Не о чем беспокоиться даже А что если она полюбит нянечек больше нас? Мыльные пузыри ей уже нравятся больше нас Когда я вернусь на работу Нам придется оставлять её с этими людьми А мы ведь о них ничего не знаем Но они проверенные Высококвалифицированные специалисты У них даже прививки все сделаны А оставляйте вы её со мной Полной противоположностью А где Говард? Выходной взял О, а давайте воспользуемся его отсутствием И расскажем анекдоты, понятные только физикам Я первый Машину Гейзенберга останавливает полицейский И говорит ему Вы знаете, что вы ехали со скоростью 135 км в час? А Гейзенберг отвечает Чёрт, я теперь не знаю, где я нахожусь Понедельник ведь Говард уже вернётся, да? Привет, ребята Здравствуй Присоединишься к нам? Но он же геолог, а я ещё не все физические шутки рассказал Так, давай, скорей садись Шелдон сказал, что у тебя появилась девушка? Он беспардонно вклинился в мою передачу, чтобы рассказать об этом Зрители из-за этого так расстроились, что перестали звонить Прости, не мог удержаться Я просто люблю любовь Ну что ж, рад за тебя Мы сегодня все вместе собираемся Может, присоединитесь к нам? Погоди-ка, мы ведь ничего не знаем об этой женщине А что ты хочешь знать? Она геолог? Нет Тогда увидимся всем А может, после этого пойдём на шоу экзотических птиц? Плохая идея Мои волосы — вожделенный материал для их гнездовья Узнала что-нибудь новенькое? Детёныши ленивцев сидят на теле матери до года А я выхожу на работу через 4 месяца Так что я узнала, что ненавижу себя, ленивцев и тебя за то, что ты меня сюда притащил Насчёт меня ладно, но ленивцы, они же такие миленькие Да речь не только о них Белые медведи кормят своих медвежат молоком до 8 месяцев Орангутанги строят своим детёнышем новый дом каждую ночь А что делаю я? Меняю своего ребёнка на карьеру Говорю же, надо было ехать в Леголэрт Поверить не могу, что у Берта есть девушка, а у меня нет Ты же вроде брал тайм-аут в отношениях, чтобы заняться карьерой Но ты прям как маленькая А у тебя нет подруг, с которыми он мог бы сходить на свидание? Я уже познакомила Говорда с Бернадет, так что теперь твоя очередь ломать жизнь за какую-нибудь девушку О, привет, проходите Спасибо Друзья, это Ребекка Привет Привет А она моложе и гораздо привлекательнее его Да они же вас косплеют просто Что готовишь? Курицу Птицы портят мне прическу, но я в долгу не остаюсь Ну что, уложила-таки Хейли? Да, наконец-то Ей так и не нравится бутылочка Знаешь, если ты не готова возвращаться на работу, мы что-нибудь добре думаем Да нет, все в порядке Ну, для Хейли это, может, и к лучшему Мама Горда все время была рядом, и смотри, каким маменькиным сынком он вырос Да ну что ты такое говоришь вообще? Ну давай, да, устрои истерику, опровергни мои слова Вообще неплохо было бы воспитать Хейли более независимой, чем ты Ну, наверное Я ведь только в колледже узнал, что градусник можно вставлять ее в бров И на этой милой ноте прошу всех к столу